Добрый вечер. О главных событиях в программе Вести Магнитогорск. Студия Анастасия Шменева. Сегодня. Птица мира и переносчик опасного инфекционного заболевания. В Магнитогорске зарегистрирован уже второй случай заражения. Угроза для города является бесхозные голуби, так называемые дикари. Эта угроза не является переносчиками армитоза. Латают дыры круглосуточно, ведь помимо магистралей работы хватает и в кварталах. Ямочный ремонт в городе выполнен уже на 70%. Ямочный ремонт на городских улицах планируют завершить к концу июня. Физические возможности нет, а вот желания хоть отбавляя, как спорят с природой, дети-инвалиды показала Спартакиада в Верхнеуральском районе. Кто быстрее, выше, сильнее. Сегодня на старт встали юные спортсмены с ограниченными физическими возможностями. Об этих и других событиях подробнее в Челябинске. Обсудили межнациональную ситуацию в Уральском федеральном округе. В заседании приняли участие заместитель руководителя администрации президента России, полномочный представитель президента в Уральском округе, федеральный руководитель агентства по делам национальности, губернатор Челябинской области и главы всех муниципалитетов. Обсуждали такие проблемы, как неконтролируемая миграция и активизация вербовщиков, радикальных исламистов. Но на общем фоне наш регион выглядит неплохо. 76% жителей межнациональной грозни не чувствуют. В последнюю очередь думаю, какой национальности мой партнер или мой товарищ. Это очень важная какая-то такая особенность нашей членовской области, исторически сложившаяся особенность. Но точно нам нельзя расслабляться в этом вопросе, надо действовать на опережение, в случае, если такие конфликты и так долго у нас будут возникать. В этом году на межнациональную политику определили 2 миллиона рублей. Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юрьевич снят с праймерис Единой России за два дня до голосования. Решение принято сегодня на заседании регионального оргкомитета, который рассмотрел поданное Юрьевичем заявление. Я принял решение сняться с праймерис, поскольку интересы избирателей, жителей Челябинской области, превыше всего. Уверен, что вместе с моими земляками мы найдем форматы, в которых я смогу продолжить работу на благо жителей Южного Урала. В штабе уточнили, что заявление об отказе Михаила Юрьевича от участия в праймерис было подано в региональный оргкомитет Единой России накануне поздно вечером. Подготовка к предстоящим выборам полным ходом идет и в Магнитогорске. Сегодня состоялось заседание избирательной комиссии города. Почему не будет досрочного голосования и как в Магнитогорске будет привлекать к выборам молодежь, расскажет наш корреспондент. Во-первых, сегодня представили новых членов избирательной комиссии. Так, по решению Магнитогорского городского собрания депутатов ими стали. Павел Лимоев и Алексей Правдюк им вручили удостоверение. Во-вторых, обсудили предстоящие выборы, в частности некоторые изменения в законодательстве. В этом году у нас не будет досрочного голосования. Голосование будет по открепительному удостоверению. Возможность предоставить. То есть гражданин, который не может прийти в день голосования на свой избирательный участок, где он внесен в список избирателей, он имеет право получить за 45 дней в территориальной комиссии открепительное удостоверение. И за 10 дней в участковой избирательной комиссии проголосовать непосредственно, где ему удобно, в день голосования. Кроме того, сегодня выступали активисты молодежной избирательной комиссии. Напомню, она была создана в Магнитогорске два месяца назад. Цель организации – повысить электоральную активность молодежи. Для этого запланирован ряд мероприятий. Круглые столы с коллегами из других городов, фотопрезентации и многое другое. Юлия Черешнева, Евгений Грудев, Вести, Магнитогорск. Магнитогорске выявлен второй случай опасного для человека инфекционного заболевания орнитоза. Его переносчики пернаты и сейчас в Голубятне, где выявлены больные птицы, проходят профилактические мероприятия. Как заболевание передается человеку, выяснял наш корреспондент. Екатерина Землякова часто приходит со своим ребенком в парк трех поколений. Мы в первую очередь идем в магазин за хлебушком и кормим здесь голубей. Детям очень нравится, это первое у них развлечение. В городе зарегистрировано всего лишь 10 голубятин. Неофициальных в разы больше. Раз в год ветеринарные врачи проводят мониторинг, берут анализы. Без них, к примеру, голубей не выпустят на соревнования, в том числе и за границу. Угрозой для города являются бесхозные голуби, так называемые дикари. Эта угроза не является переносчиками орнитоза, а не эти голуби, которые сидят в кварталах в голубятнях. Тем не менее, в зоне риска все, кто так или иначе общается с птицами. Охотники, работники птицефабрик, голубеводы. Даже попугай в клетке может нести угрозу. Второе название болезни – попугайная. Если вы увидите голубя, у которого на горле слившееся перо или мокрое оперение в районе горла, вокруг клюва, это один из первых внешних признаков того, что голубь болеет. Орнитоз передается от голубей человеку только через слизистую оболочку. Поэтому специалисты не рекомендуют трогать птицы, кормить их с ладони. А после непредвиденного контакта советуют сразу же помыть руки. Врачи говорят, что эффективные вакцины против орнитоза не существует. Поэтому особенно важна профилактика. Игорь Болонин, Андрей Подольский, Антон Грабарев. Вести Магнитогорск. Награду не звездочка, а сахарная косточка. Сотрудник полиции немецкой овчарка по кличке Хорен помог раскрыть квартирную кражу. Собака нашла и добычу воров, и в буквальном смысле вывела на след подозреваемого. Мария Дронина познакомилась с хвостатым блюстителем порядка. Бояр Абвер Хоронд – молодой сотрудник в полиции. Он служит всего полгода. Потомственный следопыт. Его мама – вице-чемпион России. Да и у Хоронда уже внушительный послужной список. Последнее раскрытое дело – кражи телевизора из частного дома. Я на работе был, мне позвонила сестра в седьмом часу. Сказали, нас обокрали. Я тут же собрался, дошел, помылся, пришел. Она зашла домой, увидела, просто зашла в туалет, увидела, что окно разбито. Ну, не в понятности. Тут же сразу в зал. В зале телевизора нет. Вот. Все, вот оно обокрали. Сразу позвонила в полицию. Была примята трава под окном. Собачку применили от примятой травы под окном. Она взяла след, довела до места, до крыши сарая, на которой был обнаружен телевизор. А чуть позже и подозреваемый. Вор оказался неосторожным. Оставил на месте преступление свою одежду. Применив служебно-розыскную собаку, наши сотрудники обнаружили предметы верхней одежды и в дальнейшем уже по этим предметам установили подозреваемого в совершении данного преступления. На данный момент он находится в отделе полиции Ленинский и с ним проводится работа по установлению обстоятельств произошедшего. Евгений теперь вновь смотрит телевизор. Правда, каналы приходится переключать вручную. Вор все-таки не остался без добычи. Унес пульт. Мария Дронина, Антон Грабарев, Вести, Магнитогорск. Явночный ремонт на городских магистралях завершен на 70%. Но работы дорожникам хватит до глубокой осени. В Магнитогорске продолжают латать дыры в асфальте. Причем прибегают не только к новым технологиям, но используют и старые, проверенные временем методы. Игорь Балонь подробнее. В день одна бригада укладывает около 40 тонн асфальта. В целом по городу почти 300 квадратных метров. Машина пневмонабрызга. Одна и на всех ее не хватает. Работают дорожники в круглосуточном режиме. Ночью приходится готовить покрытие, поскольку асфальтовый завод выдает продукцию только днем. В основном, конечно, стараемся работать так называемыми картами. Более укрупняем мелкие ямы в одну большую яму, так как это по опыту показывает, что такие карты лежат намного дольше, чем мелкие ямки. Гарантия на закатанный горячий асфальт два года. На заплаты, изготовленные с помощью пневмонабрызга, вдвое дольше. Однако, чтобы на практике проверить качество технологий, нужно дождаться хотя бы первой зимы. Общая площадь городских дорог – 9 миллионов квадратных метров. В парке дорожников около 40 единиц техники. Работать приходится практически в авральном режиме. Впрочем, погода не должна значительно влиять на планы коммунальщиков. По прогнозам синоптиков, как минимум в течение ближайших четырех недель в Магнитогорске ожидается ясная погода, преимущественно без осадков. Дорожные рабочие трудятся и днем, и ночью до конца июня. Нужно успеть закончить ямочный ремонт на городских улицах. В улицах с 1 июля планируют приступить к работе во внутриквартальных проездах. Игорь Болонин, Кирилл Горин, Вести Магнитогорск. К другим темам искусства, как и любви, все возрасты покорны. В ближайшую субботу в «Скоре металлургов» пройдет седьмой традиционный фестиваль «Твердый знак». Все желающие получат возможность познакомиться с творчеством магнитогорских художников, фотографов, музыкантов и поэтов прямо под открытым небом. В этом году мы поработали над содержанием площадок. Не столько хотели расширить наши площадки, сколько углубить в плане творчества, в плане наполненности и представления зрителю. В этом году мы сделали, улучшили, скажем так, стенды, которые из года в год у нас стоят на выставке картин и художников. Кроме того, на выставке будут представлены изделия, созданные людьми с ограниченными возможностями. Зрители увидят и много детских рисунков. Выступят в этот день и танцевальные коллективы города, а на главной сцене будет звучать музыка девяти рок-групп из Магнитогорска, Челябинска и Екатеринбурга. Стартует фестиваль 21 мая в 12 часов и продлится до 10 часов вечера. Почти 100 детей-инвалидов со всей Челябинской области приняли участие в спартакиаде, которая состоялась в Верхнеуральском районе. Это ребята с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и слуха. На протяжении двух дней они соревновались в беге на разные дистанции, прыжках в длину и метании ядра. О том, что им по плечу то, что осилит не каждый здоровый человек. Юлия Черешнева. Казалось бы, Игорю и Андрею с рождения не суждено бегать и танцевать. Но ребят это не остановило. Выступать, пускай и на колесах, они любят. Да и со спортивных соревнований без медалей не приезжают. Вот некоторые люди думают, что вот мы на колясках, да, ничего не способны. А вот даже вот паралимпийские люди как бы лучше доказывают то, что даже здоровые не могут дотянуть до них, до ихнего уровня. Марш! Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! В течение двух дней юные спортсмены доказывали, что их физические возможности не ограничены. Прошли соревнования по легкой атлетике, настольному теннису, русским шашкам и плаванию. Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области совместно с Министерством социальных отношений Челябинской области в девятый раз уже мы проводим данную спартакиаду областную среди детей и инвалидов. И седьмой раз, очень отрадно это отметить, проводим на Верхнеуральской земле. Все победители получили награды от Министерства физической культуры Челябинской области. Но главное, снова доказали себе и другим, что они настоящие борцы. Порой еще сильнее, чем их сверстники, возможности которых ничем не ограничены. Юлия Черешнева, Антон Грабарев. Вести Магнитогорск из Верхнеуральского района. Еще о спорте. Большой для аристократов, мини для металлургов. Гольф учились играть участники летней спартакиады ММК. За час им предстояло попасть в 12 лунок. Всем ли удалось, расскажет Мария Дронина. Диалог не аристократов, но металлургов. На самом деле, многие из участников спартакиады такую клюшку держали впервые. Не всегда правильно это сказывалось на результатах. Для первых, бывает, знаете, везет даже новичкам. А кто уже давно, там бывает не совсем, а кто новички, у них с первого раза все получается. Вид спорта-то и шахматы вид спорта. Ну, получается, мое умение здесь только зависит от везения, наверное. Сегодня получаться будет, завтра не будет. Ну и все. Если мяч попадает в ловушку, в соль, ну, видели, да, уже на площадке, то выставляем мяч по направлению к лунке на ширину головки клюшки. И попытка дополнительная засчитывается. Те, кому удавалось обойти ловушки, сталкивались с природной стихией. А ее тяжелее обхитрить. Ветер мешает, шарик поддувает тоже, он катится быстрее. У кого быстрее, а у кого-то и в другую сторону. Но на каждую лунку участнику давали шесть попыток. Чем меньше их использовали металлурги, тем больше очков получали. Всего нужно было заполнить 12 лунок. Практически все получается. Сложно совладать с эмоциями, выдержать силу удара, точность. То есть, да, здесь приходится на собой поработать. Эти соревнования открыли чемпионат по мини-гольфу. В конце сезона лучшие получат кубок. Мария Дройна, Евгений Грудзев, Вести Магнитогорск. Кстати, о природной стихии. Продолжительные заморозки на Южном Урале сменятся жаркой погодой. По данным синоптиков, столбик термометра практически дойдет до отметки плюс 30 градусов. При этом не будет сильных осадков и ветра. Уже сегодня ночью температура будет около 10 градусов, а днем до 26 со знаком плюс. А выходные еще теплее. Воздух прогреется до 28 градусов. У меня на этом все. Спасибо за внимание и до встречи на телеканале «Россия». В Першемпенуазе ночью ожидается до 7 градусов. Тепла днем воздух прогреется до 22. В Кизельском районе ночью столбик термометра покажет 10-12. Выше 0 днем до 23 со знаком плюс. В Верхнеуральске ночью ожидается до 10 градусов. Тепла днем до 21. В Магнитогорске переменная облачность, но без осадков ночью до 7 градусов. Тепла днем плюс 18-20. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова